Девушки отдыхают Отличное на стране для того, чтобы быть растоптанным анклавом гигантских держав Да, совершенно верно И таких уж они на самом деле и гигантские Швеция, Литва Конечно, Турция и Сербия могут доставить нам аплодированные хлопоты Но я не думаю, что достаточно большие Итак, на самом деле мне следовало делать перерыв поменьше, а не две недели Вроде бы он такой был Но я, к сожалению, заболел и не смог снимать видео Я на самом деле и сейчас болен, но я слишком... О, господи Слишком громко Нет, я, может быть, не слишком громко Игра слишком громко Если я слишком громко соболезную Потому что этого я менять не собираюсь Я слишком соскучился по вам Да, я соскучился по видео Ну и по вам, ребята Так что не поднимайте близко к сердцу Просто мне хочется говорить 11 тысяч человек в Констанце ждут своего часа Так что давайте выведем их Да, к чему-нибудь более весомому Возможно, в Сербию 11 тысяч Не так уж мало Спонсор моего сегодняшнего видео Термокружки Матисса Которые позволяют мне пить горячий чай На протяжении вот уже 4 часов На самом деле, я думал, что это кружка Мастеркард Поскольку их у меня несколько Но оказалось, что это другая термокружка Ладно, чертский Так, здесь происходит морское сражение С очевидным для нас исходом У нас всего 9 каких-то латчонок У них 18 латчонок побольше Шансов, к сожалению, нет Несмотря на то, что у нас Название, несомненно, поинтереснее Мы все равно проигрываем Итак Здесь мы Я даже не знаю Даже не знаю, стоит ли идти в Ларису Потому что у нас будет серьезнейший минус Но хотя, с другой стороны Их здесь не так уж много Так что я думаю, что мы немного потеряем У них есть и куб Гюджуру Я думаю, нам следует Ой-ой-ой, нет Павел Первый пусть сидит дома Не гуляет Я думаю, нам следует на ней больше генералов Тем более, что у нас не такие уж плохие военные О, у нас огромные военные традиции Так, не знаю Пусть здесь будет потемки А Шувалова мы куда-нибудь в другое место отправим Где наши летучие отряды? В 30 тысяч человек А, они здесь формируются Восхитительно Надо сказать, что я за все это время еще не снял игру с паузой Так, сюда Нет, сюда мы поставим еще одного генерала Возможно Гагально Я вас любила Так, что у нас здесь? 13 тысяч человек Здесь вообще 3 Я думаю, что с этой стороны волноваться нам не придется Только разве из-за Протикуляристов и прочих Типов мятежников Очень надеюсь, что с Китая никто не подойдет Так, с финнами Точнее, со шведами Вопрос лишенный Хотя нет, нерешенный Так, куда вы, ребята, идете? У нас типа война с Литвой, да? Да Замечательно Что ж, тогда аннексируем Литву И забудем про все это дело Я думаю, что у нас достаточно человек, чтобы Если не захватить Курлянди То, по крайней мере, блокировать ее Всего остального Да, разумеется, мы потеряли свои 9 лодочек Где-то там В глубоком море Ой У Швеции была еще с кем-то война Слушайте, а у Турции есть с кем-то война? Ох ты А, ну это все наши друзья Мазовия, Квилея, Пруссия Это все наши вассалы Или они не вассал? Честно говоря, не вижу Вижу только то, что они вассал То есть, то, что они союзник Нашваник Господи, это все Турция Когда они успели так разрастись Это мы Сами отдали им Венгрию на растерзание Разделив ее на Кучу разных областей Вот, теперь и пожинаем плоды Собственной Ненасытности Географической Лариса, естественно, в осаде Но это ненадолго, я полагаю Все на несколько дней Раз Ну, можно еще побыстрее это дело Сделать Разумеется, мы Вели для осаду Вильна Об этом Это был даже не вопрос 8 единиц без чести Это очень плохо Но с другой стороны Мы давно хотели Вильну А тут у нас появился идеальный повод Его заполучить Итак, вот с этими ребятами Нужно, конечно, поосторожнее быть Реально В Курляндии просто очень большая армия Но с другой стороны Вообще У Швеции армия Не такая уж и большая А к тому же В этой войне нам будет помогать Пруссия Которая Огого еще что может Ну, как сказать Не особо что может Но все-таки Я Высок во мнении О военных Традициях И талантов Восточной Ну, и вообще всей Пруссии Которая сейчас Воюет за нас Что ж Оставим, значит Наши войска в жмуде Я думаю, что если Курлянцы на нас попрут То ничего они не смогут сделать Поскольку уж Хотя то, что здесь нет генерала Это очень плохо Вот А у этого Вот у этой величайшей армии Будет Свой Собственно Величайший Генерал А именно Юли Шувалов Стопаем Стопаем Я кому сказал Я как раз хотел сказать Что наш монарх Не очень-то крут был В военном деле Но оказалось Что он не очень крут был Вообще по жизни Раз уж он умер В такой ответственный момент Хотя казалось бы Особенного повода нет Но Сейчас у нас Например Нет Никого на престоле Ну да ладно Я лично полагаю Что это делало Рук наших врагов Но Сомневаюсь Что это чем-нибудь Нам поможет Ой, точнее Чем-нибудь Как-нибудь Как-нибудь Нас остановят Что-нибудь В этом роли Думаю Вы понимаете О чем я Так Очень много людей здесь Это здорово Это великолепно К сожалению Мы не можем Пройти через Ганзейские земли Я это так буду называть Хотя Ганзы В общем-то Где-то здесь Я не знаю О чем говорю Не слушайте меня Так Я думаю Что я Пошлю Эти войска Так 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 Тихо Как там Говорил Гера Так А где же Наша еще Великая армия Так Здесь Понятное дело Сражается Точнее Здесь Эти ребята Даже от нас Бегут Сбежали Они Видите ли Не так уж Их много Здесь и осталось И Пребудут они В Янину Ну что ж Замечательно А где остатки А они пойдут В Албанию А потом Видимо Опять в Ларису Потому что Мы уже К тому времени Передвинемся В Янину Или нет Я не знаю У них всегда Очень странные Алгоритмы Передвижения Так С ними Мы разумеется Ничего сделать Не можем А это мы Уже все Обсудили С ними Мы тоже Ничего не можем Сделать А вот со шведами Мы вполне Можем поговорить Может быть На равных Может быть Не очень Я пока Не знаю Но нанять новых Войск все таки Не мешает Да 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 Больше Пехота Хороший Разный Ну даже Не обязательно Разный В принципе Можно просто Хороший А уж это Шведы обеспечат Потому что Мы все еще На Ну мы не обязательно Конечно сейчас На шведских Методах обучения Затикливаемся Но скорее всего Все таки Какие-то традиции Их остались Здесь О У них Глава Война с богеми Значит Ну что ж Теперь они смогут Сконцентрировать Всю их Военную мощь На нас А богемия Видимо Решила Исполнить Роди Тритейского Судьи В этом споре Атаковав Атаковав Сначала Их А теперь Видимо Пытаясь Атаковать Нас Или Спровоцировать Но поскольку У нас Регинский Совет Мы Никак На эту Провокацию Ответить Не можем Можно только Скорее всего Проиграть В этом Сражении Потому что У них есть Генерал И Местность Так Че это я К тому же У них Больше Конец А у нас Сделан Упорный Приход Ну Так кто Знает Так и уначе У нас Здесь Действительно Большая Армия Да и В принципе За Прусаков Я не Очень Волнуюсь Все равно Потери Мы Серьезно Довольно Наносим А это Что Такое Ну Ка Это Очень Плохо Кто Нибудь Объяснит Мне Почему Это Так Тьфу Я уже Привык К Дивайн Линз И к тому Что Здесь Есть Модификаторы Которые Можно Посмотреть Ну Нет Здесь Модификаторы Указаны В другом Месте Почему Да 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 Мг Любопытно К сожалению Ни одной Часть Нашего Государства Нельзя Присвоить Статус Вассала По крайней Мере Мы Не можем Сделать Это Сейчас Так Да Несомненно Нам Не Нужен Флот Я Полагаю Конечно У России Только два Союзника Армия Флот Но На самом Деле Мы Пока Что Успешно Обходимся Одни Блин Наверное Я ужасно Звучу Сейчас Ну Что Поделать Болезнь Накладывает Свои Уграничения Эти По местам Да Отлично Лариса Снова В осаде Всего Тремя Тысячами Человек Я уже Думаю Что С этим Наша Великая Греческая Армия Под Предводительством Потемкина Справится Кстати говоря Потемкин Почти как На месте Своей Величайшей Славы Если Вы понимаете О чем Я Я говорю О Потемкинских Деревнях Единственное Практически Что я помню Из истории Потемкина Так Вот здесь 20 тысяч У нас Собственно 33 Думаю Что здесь Произойдет Раз Ой Ну не знаю Так мы конечно Посмотрим Но Это Это уже Внушает Серьезные Опасения В успехе Нашей миссии Так Что Так Что Идите Пожалуйста Захват Столицу Я снова Потерял А вот Фракия Так Будем продолжать Значит Проникать В администрацию Точнее Делать Попытки Поскольку Шпионов У нас Больше нет И наверняка Мы уже Ничего сделать Не сможем Что ж 20 20 полков У нас Есть Уже Мы готовим В Македонии Мы реально Налажали Так Но здесь 7500 Это замечательно Куда их Только отправить Понятия не имею В принципе Пусть здесь и остаются Я считаю Блин Очень уж Странно Все это Распределено Может быть Вот этих Ребят Сюда Отослать Это все Было Замечательно В Боснии Это Это Мы кому Умудрились Продуть Пардон Так Стоп Проиграл Сражение В провинции Боснии А кому Проиграл Нет Я не понял Я однозначно Не понял Что это было Кому Мы проиграли Сколько Здесь Было Человек И Где Доклады Об успехах Здесь у нас Конницы Дофига Мы здесь Должны Икслить Что это Все было Такое Ладно Допустим Спишем Это на их Неопытность В конце концов Когда уйти армию В 150 тысяч Человек Трудно Поддерживать Ее В полной Боевой готовности Так Пустите Ребята Отдыхают И потом Идут на Вестер Ботом О Так Это Где Мы Слились А тут Здесь Мы Слились И Потемкин Кажется Не подлеведел Такого Поворота Событий Равно Как и я Ну что ж По крайней мере Их армия Снова Разделяется И мы Можем Продолжить Давить Их На Свои Территори Не Сказал бы Чтобы Это Очень Хороший Поворот Но Тем Не Менее Это Поворот Так Здесь Наша Армия Разумеется Растет Как И Предполагалось Стоять Что ж Надеюсь Что турки Остановятся По крайней мере На первом рубеже Наших Позиций Что это значит Это значит Что венгры Проиграли Или Кто Ладно Хрен с ними Я все еще Ничего не понимаю Об этом Турки Захватывают Венгрию Это конечно Печально Но Мы захватываем Турцию Почему то без Осадных Орудий Ну точнее Без Пушек А Вот Кто нас Раздолбал Ну что ж Я думаю Сейчас мы можем Отвести Тем же Нет Стоп Венгри Они же за нас Ребят Они союзник В нашей войне Несмотря на то Что У них Аташин На минус 200 Что Это вообще Черт Подели Было Так Нам все Все равно Нужно В сальнюк Обана Вот это я Называю Полный разгром К счастью Не нашей стороны Действительно Величайшая Победа На самом деле Я бы Немного отдохнул Но Черт С ним С отдыхом Так Тысяча человек Тысяча человек Кто нас Разгромил Здесь Я так Не помню Так Чешские Победы Вот это Я и не Не учел Никаких Божиков Я не учел Так Вы Ребят 27000 Я сейчас С трудом Считаю Если честно Так что Их 26 Да 26 Ведь Ну я не уверен Какой из Генерал Вкручу Я не уверен Что лучше Будет Просто Отозвать Эту армию Или ту Ну ладно Отзывем Все таки Эту Несмотря на то Что эта армия Ничем особенно Полезно Не занята Но Я не знаю На всякий случай В конце концов У них есть более Важное занятие Точнее В скором времени Появится В конце концов Поможем Дать им Лишние 8000 Человек И они Разберутся Сами Я полагаю Оу Оу У вас здесь Много Ребят Отлично Кажется Мы начинаем Представлять Из себя Военную силу Остановились Да Кто бы Мог Подумать Все равно Мы быстрее Ребят Мы реально Быстрее Так что Это будет Фигово В братске Отлично Алимулын Адым Аргин Ооо Замечай Но тем Ой Но минусов Ко всему В результате Слишком быстрого Развития Я как-то еще Не получал Это довольно Странно Хотя Вполне Может быть Что он Этот минус У меня был Когда я играл За Китая Но я Его не помню Так Что же У нас Дальше На повестке Дня Венгра Дерутся Как львы Насчет Остальных Наших Союзников Не уверен Потому что Я еще Не видел В бою Ни пруссаков Никого Быто Ни было Еще Или Правильно Боить Пруссов Если честно Не силен Не силен В этом деле Я вообще Уже После Европы Чувствую Что я Ни в чем Уже не силен Как это Не странно Я это Полагал Что Европа Усилит Мои позиции Пошатнувшееся После школьного Обучения Белый мир Со Швецией Что ж Я согласен Нечего Особенно просить От шведов Это значит Что мы Согласны На белый мир И это Освобождает У нас Две Большие Армии В общем В общей Сложности Около Я думаю Пятидесяти тысяч Человек Плюс Еще Где-то Пятнадцать Может быть Двадцать тысяч Человек Здесь Двадцать Здесь Тридцать Здесь Что-то я Уже С трудом Все это Удержив В голове Но где-то Сто двадцать Тысяч У нас Есть Против Турков Фигово Сработает Но с другой Стороны При помощи Венгров Прусов Ну я уж Не беру Просто Мазовию И аквилию Потому что Я их еще Не видел В бою Но при помощи Вот этих Двух ребят Вот этих Вот этих Я думаю Мы справимся Вариантов У нас Не особо Много Потому что Армии У нас Реально Больше Посмотрите Намного Больше А у них К тому же Еще и Пушек Нет Кроме того Мы не собираемся Ни на кого Нападать А они Видите Как У них Все Очень Неудобно Расположено Если У нас Россия Ого Какая То у них Это Вот Это Перешейк Достаточно Захватить Иудею И все Но на самом деле У нас Довольно Много Людей Раскидано Здесь Давайте Почитаем Сколько Стоп Стоп Весьме Племал я На Весьме Ну Не в обиду Тем Кто там Живет О Надо же Мы Решились Теперь мы Развиваемся Достаточно Медленно Видимо Елис Притормозил Наше Развитие В этот раз Я скажу И спасибо Так 56 тысяч У нас Здесь За Уралом Ну что ж Тем не менее Тем не менее Остальные Войска В полной Боеготовности Ну Может быть 15-20 тысяч Мы Отдадим На быстрое Реагирование По поводу Всяких Там Мятежей Но Я думаю Что остальные О да Остальные Будут драться Давайте посмотрим Что мы можем Сделать С нашими Магистратами Черские Патриоты Кстати говоря До сих пор Не получили Достойный Их Отпор Достойный Их Я правильно Говорю Кстати говоря Мы потеряли Кучу Престижа Согласившись На белый мир Так Минус Трик Риску Восстания Великолепно Очень Хорошо Замечательно Эпическая Поэма Культурные Традиции О Еще Болевый Схит Еще Минус Два Просто Великолепно Лучше Выживать Нельзя Повышаем Наш Плестиж И таким Образом Мы должны Быть На Всего Четвертом Месте Но Ничего Я думаю У нас Скоро Будет Достаточно Возможно Восстановить Утельные Позиции Хотел Сказать Что наша Армия Припарцию Неожидаемо Разгромила Турецкую Но Немного Проразмыслив Я понял Что это было Не очень-то И ожидаемо Равно Как и со Шведами В битве В Финляндии Кажется Да Или здесь Нет Финляндии Конечно Что же Они первые Всегда Запхали Финляндию У них Очень странная Понятие О национализме Этих Шведов Но так Иначе Пора Брать Македонию Фига Мы стоим Когда У нас С любой стороны Могут Напасть Буквально С четырех Сторон Ну давай На 12 Человек Все Замечательно На самом деле Все 15 дней Все это дело Заняло И нас почти Не стало меньше Наоборот У нас больше Рекуртов У нас больше Солдат Мы в полной Боевой готовности В отличии от Я полагаю Турков Да 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 У нас больше Военная усталость Но это неудивительно Учитывая что мы Только что были В войне С одной из Ну ладно Она уже не выглядит Одной из Крупнейших держав Но по крайней мере У нее было Достаточно много Народов В активе Да Многие из вас Хотели посмотреть Как мы захватываем Турцию Но я полагаю Что захвата В этот раз Не произойдет У нас очень большое Бесчестие И Ну не знаю Во всяком случае Мы я думаю Склоним их к вас Летят Или что нибудь В этом роде Так Вот это уже интересно Нет По прежнему не очень Как видите Их армии Редеют Действительно Впрочем Нет Я солгал Так Редеют У нее очень Незначительно Так что Я думаю Можно будет По-быстрому Вот здесь Вот Сделать Вот так Вот Уже Устал Светвани Оказывать Неплохое Влияние Такое Ну-ка О да Полтора раза Увеличивая Скорость Это можно Назвать Скоростью Нельзя Назвать Это длительность Длительность Постройки Нет Ну ладно Не суть Вот реально Что-то отгибаем Это странно Нас намного Больше Ну ладно Это тоже Наша провинция Господи Столько провинций Я даже не знаю Что с ними делать Зачем нам Столько Так давайте Отрежем Ниш Ой Нет Их здесь Что-то реально Много Ага Вот значит Почему мы Пришли Турция Получает Престиж Турция Получает Карпаты Дело-то Пахнет Жареном К счастью Не для нас Нам вообще На все плевать Как не забрали Карпаты Почему